Уже традиционно в селе Мариновка Беляевского района Одесской области прошел ежегодный молодежный и семейный фестиваль «Покровское поле». К собравшимся с приветственным словом обратился митрополит одесский измаильский Агафангел, который отметил, что главная цель фестиваля состоит в том, чтобы ощутить единство в православной вере и святой церкви, поучаствовать в общем деле и ближе познакомиться друг с другом. Владыка отметил, что праздник проходит накануне Дня защиты детей, что придает фестивалю доброты и чистоты. В этом благодатном и прекрасном месте у стен обители, где сама Пречистая Богородица является игуменой и покровительницей на этой благословенной земле, мы начинаем прекрасный и радостный праздник, призванную стать уже традиционной встречей друзей. И символично, что эта встреча проходит накануне детского праздника Дня защиты детей. Сам Господь, обращаясь к своим ученикам и апостолам, а через день ко всем нам призывал их уподобиться детям, потому что детство, период расцвета и становления – это прекрасная пора, когда человеку еще неведомы искушения и соблазны грехам. Фестиваль имеет важную просветительскую миссию по продвижению в обществе нравственных и духовных ценностей, основанных на Святом Евангелии. Каждый участник этого мероприятия будет беречь и обогащать духовное наследие нашего народа, которое создавалось веками. Люди приехали к нам в гости, для того, чтобы побыть вместе, попеть песни, пообщаться, поговорить о важном, почувствовать вообще теплоту сердец. Для этого мы организовали зону для детей. Батуты, сладкая вата, анимации, туристический центр, вот слева от меня, через овраг дети пробираются по канатам. Будет огромная сцена, где будут выступать хор-миротворцы, наши юношеские таланты и, конечно, наша детская группа «Джембэнд», для того, чтобы повеселиться, порадоваться, потому что мы уже год в пандемии забыли, что такое вообще праздник. Для участников фестиваля были организованы зоны отдыха, туристическая зона с палаточным городком, а также детские зоны с батутами, горками и сладкой ватой. Кроме этого, всех гостей ждал праздничный концерт, а в конце вечера посиделки и беседы со священнослужителями у костра. На утро, как подобает православным верующим, все отправились на службу. За последний год, за последние полтора года мы все были изолированы на карантине, потому что была красная зона, нельзя было собираться, нельзя было проводить какие-то массовые мероприятия. Но сегодня мы вместе, сегодня мы показываем, что действительно добро объединяет. Вы видите, какое количество людей сегодня прибыли на наш праздник для того, чтобы просто отдохнуть. Будет концерт, будут хорошие настроения, вечером после концерта будут посиделки у костра, шашлыки, пение под гитару. Очень много людей приехало, которые будут ночевать в палатках. Более 150 палаток установлено в нашем палаточном городке. Посетил ежегодный фестиваль Покровское поле и народный депутат Украины Николай Скорик. Парламентарий отметил, что бывают в Мариновке ежегодно. Однако карантин вносит свои изменения, поэтому в прошлом году вынужден был пропустить. Это уже не первое такое мероприятие, на котором я присутствую и которое проводит команда Валдыки Митрополита Агафангела. Мы стараемся ему в этих вопросах помогать. Я считаю, что это очень важно. Лозунг «Добро» объединяет всех людей, кому дороги традиционные семейные ценности в правильном их понимании. Для меня очень приятно сегодня здесь быть. Я думаю, что вы чувствуете эту атмосферу добра, национальных традиций, общения. Я думаю, что это очень важно для любого человека. На протяжении двух дней все люди, которые пришли на ежегодный молодежный семейный фестиваль «Покровское поле», погрузились в атмосферу разнообразных и увлекательных событий. А главное, как утверждают сами отдыхающие, набрались энергии перед предстоящими буднями. Здесь в Марьиновке очень сказочное место. Прекрасная здесь природа на берегу лимана Хачебевского. Светобокровский монастырь. Мы тоже часто бываем здесь. Здесь очень приятные люди, очень хорошая атмосфера. Мы очень благодарны детской епархии, что постарались. Все-таки такой прекрасный день солнечный. Действительно, шли тучки, солнце светит. Дети играют. Настроение супер. Ждем гонок с завтрашнего дня. Ждем концерта. Прекрасный хор. Уже слышали мы их на 411-й витрее, 9-го мая. Прекрасный праздник, прекрасное настроение. Я сегодня здесь впервые. И с огромным наслаждением я сюда приехала. Предвкушала все то, что здесь будет. Значит, главное, я считаю, то, что здесь люди собрались. Собрались те люди, у которых общие интересы. А когда люди вместе, это уже хорошо. И если цель, скажем, такая благоприятная, хорошая, это связано как и с природой, и с каким-то отдыхом, и главное, с Богом. Потому что многие сюда пришли, православные верующие люди, которые хотят, естественно, побывать в храме. Ежегодный семейный фестиваль «Покровское поле» в этом году совпал с проведением ралли «Покровское кольцо». Гонка символизировала некое возвращение к истокам, так как прошла в таком знаковом месте, как село Мариновка, где зарождался Кубок Лиманов 12 лет назад. Соревнование состоялось на обновленной трассе, общая протяженность которой составила 19 километров. 34 экипажа сегодня на сегодняшний день у нас на старте. 34 экипажа со всей Украины, практически со всех регионов. Как с востока Украины, с западной Украины. То есть мы объяли все регионы, территориально все регионы Украины. Кроме этого, у нас на сегодняшний день в гостях польский экипаж на очень серьезном автомобиле. Это тоже наши постоянные гости. Пилоты говорят, что проделали колоссальную работу при подготовке к ралли. Некоторые только пробуют свои силы на этом турнире. Но есть и такие, которые уже более 30 лет в автоспорте. И могут поделиться опытом с более молодыми коллегами. Машина наша – это Mitsubishi EVO 9. Полный привод, 300 лошадиных сил. Подготовлено для участия в раллиных гонках. У нас здесь первый этап Кубка Лиманов. Это чемпионат Украины с мини-ралли. И второй этап раллиный в текущем сезоне. Классная погода, классная трасса. Сложная, очень интересная, вызывающая. Завтра будем пробовать ехать максимально быстро. Любая, что называется, страна должна гордиться тем, что у нее развивается какой-то спорт. Мы занимаемся автомобильными. Я еще Советского Союза занимаюсь. Я там еще выигрывал, скажем так, союзные эти. Ну и по чемпионату Украины у нас там есть заслуги. И занимаюсь я действительно там давно, уже 36 лет, уже уж надо бы остановиться, но как бы не отпускаю. Гонка очень интересная. Когда-то мы начинали здесь с Покровского кольца этого. И так оно пошло-пошло из года в год. Не знаю, почему там организаторы поменяли это место. Но вот оно опять вернулось. Эта трасса, многие там моменты даже наизусть помним еще до сих пор. Автомобиль ВАЗ-2108 был изначально построен как 1,4 мотор. Сейчас мы сделали ребилд, поставили новый мотор 1,6. Сейчас уже в высшем классе начинаю ехать. Автомобиль построить, по сути, особо не сложно. Фестиваль Покровское поле показал, что церковь действительно очень близка к каждому человеку. Довольными остались все. От детей до людей пожилого возраста. Многие нашли себе новых друзей и завели интересные знакомства. Василий Базовлук, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер. И Базовлук, Герасим Олесенков. Спасибо.